Привет, ребят, девчат! Надеюсь, у вас все ништяк, а.к. Crazy Russian, город Санцинати, крутейшего штата Огайо. Сегодня немного про хобби. Очень заумные вещи, ссылочка в комментариях на канал DCC Change Plus, там уже нудно и скучно. Но хобби – это классная вещь. Машинки – это целая история. Эта машинка – Volkswagen Microbus, 2004 год. И за 20 лет мало что поменялось. Самое главное – контроль. То есть она едет по такому проводу здесь спрятанному. И этот такой макет тестовый я тоже где-то сделал в 2004 год, что-то в этом духе. И с этого мало что поменялось. То есть я не очень могу контролировать скорость. И последние где-то лет 5 на базе Arduino ребята-самодельщики стали делать всякие устройства, замедляющие скорость. Я могу останавливать ее и с помощью магнита постоянного, либо непостоянного. То есть в каких-то местах. Но она будет вставать колом, не будет все так нежно и мягко. Так, теперь, почему я делаю сегодня немножко хобби? Сейчас мы узнаем. Так, что здесь? Ага. Потому что хобби здесь на втором месте после про Америку. Ну, это ясно. Про семью, потом про поддержу себя в форме и разведение травки мы будем тоже, конечно, освещать. Теперь, в 16-м году я купил вот такую штуку. Сику, это Remote, а это Viking, производитель машинки. Viking очень крутая фирма, много производит машинок и делают такие special runs. Маленькие special edition, что-то в этом духе. То есть и завязывают производство. Значит, с 16-го года у меня этот автобус. И в этот Christmas я его попробовал. Ну, я так, он полностью Remote. Его нужно теперь немножко починить. И в один день я тоже хотел попробовать записать видосик полностью RC. И вдруг батарейка перестала заряжаться. Я думаю, что это такое? Пошел на Viking и пошел на этих ребят веб-сайт. Там вообще как будто все вытерло, затерло. Я отдельную тему разовью на канале про модели железных дорог. Здесь не обязательно. То есть, я такой, ё-моё. Я хотел еще посмотреть батарейку. Может быть, зарядник нерабочий. В чем дело? Так вот они продавались. Думаю, блин, цена была... Автобус, эти Remote где-то 60 баксов. Автобус 200. Они относительно дорогие. Они сделали еще 4-5 моделей грузовичков. Причем со звуком. Здесь звука нет. И, в общем, народ... Есть видосы, но это как просто отрезало. Я не знаю, что случилось. И только в догадках. Мы как раз раскроем тему. Там я сделаю, наверное, стримчик. Значит, теперь у меня работа починить это все дело. То есть, сейчас... Вернее, сейчас СИКУ делает в масштабе 1.32. Такие, ну, для колхоза вещи. Всякие agriculture, да? Там трактора, подъемники какие-то. Потом, ну, вот такого. Сельскохозяйственная техника, скажем так. И теперь я подсел вот на эту штуку. Висман Car Motion. Мы сейчас погоняем. Это я просто люблю ментовскую тему. У меня задумка на макете сделать... Сейчас не расскажу. Значит, это обыкновенный файлер. Тоже, как 20 лет назад. Единственное, что здесь проблесковые маячки. Ну, у них разные бывают заморочки. Такие, по-моему, где-то от 150... 100-150 плюс-минус. Ну, если больше машин, то подороже. Но здесь никакой электроники, кроме вот этих фонарей. И есть они digital. Это отдельная тема. Ну, ладно, не будем заумничать. Будет демонстрация. Так сейчас заряжается. Ну, достаточно на данный момент. Потому что, когда он заряется полностью, соответственно, от компьютера, от любого источника USB, мы это дело... Сейчас все отцепим. И хорошо, что она стоит, потому что все файлеровские. Их надо на бачок класть. Новые технологии здесь. Здесь они будут работать. Специальная катушка внизу. Дополнительно устанавливается. Ну, конечно, чтобы вас развести еще побольше. На денежки. Аккуратненько. Даже можно... Там 6 пинов. Такой разъемчик. В одну сторону, по-другому не вставишь, да? С контейнером. Супер. Я еще не разобрался, но, по-моему, начинают, когда гореть огни аварийные, тогда это, по-моему, индикация, что батарейка подсела. Говорили, что эти вот старые, старого образца на аккумуляторах, причем этому автобусу 20 лет, батарейка держит. Но я купил несколько других батареек. У меня, наверное, 15 где-то машинок. Уже надо менять. Так, ну что, погнали. Включается эта штука с магнитиком вот здесь. Уже аварийка не горит, значит, хорошо. Делаем так. Пускаем. Чуть побыстрее. Так. А теперь этот. Это как ремонт. Прям нужно направить. И эту машинку мы чуть попустим быстрее. Значит, впереди и сзади стоят датчики инфракрасные. И небольшой компьютер, который контролирует... Давайте побыстрее. Контролирует вот эту всю дистанцию, соответственно, скорость. Ну, электроника за 20 лет, конечно, ушла вперед. И теперь это возможно. Я вначале купил вот этот грузовичок на Крисмас. Попробовал, мне понравилось. И теперь... Сейчас будут стопори. Сейчас будут стопори. Опа! Стопори. Бум! И все. Он это все чувствует и калькулирует. Круто. Проезжает небольшой у меня здесь бугорки. Асфальт, как в Цинцинаде, в жравом поясе. Еще больше можно делать контроль на таких магнитиках. Вы ставите их в разной последовательности и разной полярности. Это я все расскажу на модельном канале. Ну что, давайте вот это разгоним побыстрее. И, соответственно, есть компьютерный контроль. Не то, что контроль, я бы сказал. Есть компьютерный контроль. Можно использовать старую систему, если нужно переехать, к примеру, автобусную остановку сделать. Есть такая технология. Но она старая. То есть, они все адаптированы. То есть, эти ребята взяли ту же систему, как у Файлер. Я не думаю, что это... Или они... Это патент, по-моему, открытый. Я никогда не имел информации, что это запатентованный, там кто-то будет наезжать. Но единственное, эти ребята, по-моему, у них анодированы. Это самое... Так, мы здесь затормозим, чтобы сильно не затеивать это дело. Ну вот, летит. Летит просто чума. То есть, как будто там сидит водила. Опа! И прям... У меня еще есть идея разогнать их как следует. Ну, наверное, все так просчитано, что вряд ли он залетит. Видит, соответственно, он другую машинку. Я еще не пробовал. Ну, кстати, можем сейчас сделать эксперимент. Если поставить какую-то преграду. К примеру, тот же Remote. Что будет? Нет, конечно же. Он только реагирует на машинку. Супер. И самое главное, что теперь, они уже анонсировали, вся эта электроника будет в продаже. То есть, вы можете конвертировать практически любую машину. И, наверное, к Новому году или, ну, как можно, скоро, я надеюсь, они сделают, есть уже маленький битл вот такой, такого размера. То есть, электроника стал меньше, вот с этой же системой. Просто чума. Останавливается очень легко. Ну, тут включаются поворотники. Поворотники. Что-то я уж подзабыл. А, нет, есть, есть. Также они моргают, по-моему, три раза. Как вот установлено у вас, к примеру, на тачке. Раз, два, три, четыре, пять. Пять. Это тоже вот с компьютером можно все отрегулировать. Неплохо автобус держит батарейку. Есть огромный макет. Коммерческий. Я его, конечно же, люблю, но немножко... То есть, американскую секцию они сделали просто выжимать бабки. Вначале это был такой... Два моделиста. Миниатюр Wonderland. Значит, два моделиста, два брата, по-моему, замутили это. Очень похож на Grand Maquette. Ну, ребят, конечно, так подсмотрели. Но Grand Maquette в Питере, это, конечно, классная вещь. Тут без проблем. И у них переоборудованная Fowler Car System. То есть, у них есть зарядка. То есть, сейчас не знаю как, но машина имеет две контактные группы. Опс. Две контактные группы. Заезжает на какое-то место. И такие две штуки это все прижимают и заряжают. То есть, они там практически... Все, разумеется, компьютеризировано. И они ездят там до посинения, пока, наверное, колеса не сточатся. У Висмана уже есть колеса. Ну, наверное, каких-то производителей, как Harpa, Viking. И в чем самая классная вещь, что я могу переделывать американские машины, американские грузовики. Вот то, что людям интересно. Можно просто сесть на 10 часов в день и не вылезая лопатить эти машинки. Вот такая идея и история. Так, сейчас мы их остановим вот так вот. Раз на стоп. И они оба остановились и вырубились. Ребят, девчат, спасибо огромное за подписки, лайки, комментарии. Все классно. Еще раз, кто вдруг сейчас посмотрел до конца, ссылочка в описании, в комментариях на мой канал про модели железных дорог. Окей, USA.